Задолжались с нынешними тарифами не только в Мариуполе. Долги теплокоммунэнерго по всей стране составили более 20 миллиардов гривен. А вот топ-менеджеры нафтогаза, то и дело повышающего расценки, получают миллионные зарплаты и премии из бюджета. Сегодня стало известно, что в канун Рождества 4 топ-менеджера компании наработали 2 миллиона гривен премиальных, а в год они в среднем заколачивают по 8 миллионов гривен. Кто премирован и за что? В короткой справке. Практически под елочку некоторые топ-менеджеры нафтогаза получили многотысячные премии. В общем, на четверых членов НАПСовета рождественский джекпот составил почти 2 миллиона гривен. Таковы данные официального портала Эдата о выполнении контрактов с этими чиновниками. К примеру, бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину привалило около 400 тысяч гривен. Полмиллионные премии назначены еще трем независимым членам наблюдательного совета Маркусу Ричардсу, Чарльзу Проктору и Полу Орвику. А наклады этим четверым сотрудникам нафтогаза направил свыше 15 миллионов гривен. Не забывают о себе и руководители компании. Буквально недавно стало известно, что зарплаты себе они решили увеличить в 13 раз. Только глава компании Андрей Коболев в месяц получает около 2 миллионов гривен. Доходы вполне позволяют не бедствовать. Вот так, к примеру, выглядит дом Коболева в элитном поселке под Киевом. В позапрошлом году его оценили в 1 миллион долларов. А в прошлом глава нафтогаза хотел приобрести бронированный Мерседес стоимостью 5 миллионов гривен. Но после журналистских материалов резко передумал. Со скоростью роста доходов руководство НАК может сравниться разве что рост тарифов на газ. В минувшем году расценки для населения выросли в 4 раза. Сейчас тысячу кубов для населения обходится почти в 7 тысяч гривен. Однако в НАК действующий тариф считают нерентабельным и настаивают на его увеличении. Проверить деятельность нафтогаза, напомню, на прошлой неделе НАБУ и генпрокуратуру призвали нардепы.